Всем привет! Сегодня посмотрим с вами такую тему, где мои финансы, где ваши финансы, где они застряли и что с этим делать. Смотрите, на моих готовых проработках, особенно курс сокровища рода, есть финансовые проработки для ваших денег. Реально люди стартуют, посмотрев, сделав эти проработки, сделав эти практики, у них стартует финансовый поток. Поэтому от себя могу предложить вам сокровища рода. Там много финансовых тем для благосостояния, для того, чтобы деньги приходили к вам, возвращались к вам ваши ресурсы. Вот, беспрецедентный курс, могу вам так сказать, без ложной скромности. Также у меня есть курс из Золушки в Богиню для женщин, для исцеления ваших судеб, для исцеления ваших душ, сердец и тел. Да, тоже очень хороший курс. И безоплатные проработки – это золотой путь души и обрыв энергетических связей. Вот, все, я приехала, я готова с вами делиться. Где ваши деньги? У вас их украли. Тяжело живете, да. Финансовый поток напрочь перекрыт. Так, это ситуация. Знаете, как будто перебиваетесь с хлеба на воду. Вот такое ощущение у меня. Кто? Кто это? Девочки, ну извиняйте, сегодня такой поток. Опять ваш вселенский волшебник, который маг недоучка. И король кубков, который сам сейчас в пятерке пентаклей, в пятерке кубков, в разочарованиях сейчас разочаровался. Вы его, наверное, оставили? Сказали, знаешь что, у меня такая ноша тяжелая, непосильная, тебя переть еще на своих плечах. Вы его оставили. Нет, я не побежденный, я возрождаюсь каждый раз. Он говорит. Девочки, ну. Так, девочки и мальчики. Значит, такой поток идет. Вас эти деньги украли. В каком контексте? Может быть, в прямом смысле украли. Ну, просто взяли и украли, да. Унесли вашу сумму, вашу квартиру, там, допустим, машину, какое-то благосостояние, да. При разделе имущества, допустим, либо при разводе, либо при разрыве в отношениях с человеком. Либо, что крайне более вероятный вариант, это то, что человек у вас эти деньги забрал на тонком плане, на тонком плане энергетически. Вы сливали весь свой ресурс ему, он вашим ресурсом питался, жил за ваш счет. Жил в каком контексте? Смотрите, переводите мои слова правильно. Это энергетический ресурс, энергия, любовь, энергия, вдохновение. Вот на этом все, вы его вбухивали туда, в него, потому что любили его. Вот, он становился непобежденным, он становился сильным. То есть ему вообще море по колено. Такой вот, знаете, богатырь. Но вы... Сейчас, 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 распакуем. Это он? А, ну вы просто уехали оттуда, уехали, ушли вы, ушли, ушли, ушли. Поняли, что здесь что-то не так, что-то происходит. Почему я такая разочарованная? Сейчас он в разочарованиях сидит, но это ладно, сейчас мы посмотрим. Он вас в иллюзии вводил. Обещал золотые горы, обещал жениться. Обещать не значит жениться, да? Обещал там, ну что там, стрекорбы когда, знаете, обещают. Все, у нас с тобой будет дом, там, двухэтажный дом, особняк. Мы с тобой квартиру купим шикарную, там, ну допустим, да? Да, при том, реально человек верит в это, ну, когда он вам это говорит, да? Он, смотрите, этот человек жил в иллюзорном шаре. Вот у него иллюзии. Он думает, что он живет... Что у него стабильность есть. У него стабильности 0,0, вот. Потому что ясности ума нету. Только вот сейчас началось проясняться как-то. Это долгое время длилось. Король жезлов. Что и требовалось доказать. Здесь ваши деньги зависли в том короле жезлов. Весь ваш ресурс шел не вам, потому что вы занимались не собой, не своей жизнью, не своим развитием. Вы забросили все. Детей своих, свое саморазвитие, свое духовное развитие, свою работу, свои интересы. Все, все туда, все туда вбухивали. Все туда, потому что вы связывали с этим человеком ваше будущее. Этот человек, что он сделал? По колесу фортуны, цикличное, постоянное, постоянное. Он, короче, на удаче. С вами он был, это его удача. Вы его удача. Так. Сейчас вы в одиночестве. Я могу так сказать сразу, что вы одинокая женщина. Да, феникс. Да, я возродилась из пепла. Но я теперь холодная, королева мечей. Ко мне не подойдешь. Он с вами противоборствовал для того, чтобы кайфажурить, для того, чтобы получать весь ресурс. Это, кстати, вот. Тонкая энергия. Ресурс получается. И через эмоции он наполняется. И у него в материи прет. Поэтому никогда не ведитесь на манипуляции этих людей. Он травмированный. Король мечей – это травмированный человек. У него полностью отсутствует эмпатия, чувства. Ему вообще наплевать на ваши чувства. Вот абсолютно по барабану. Что вы там чувствовали? Дно жизни. Так, это кто на дне жизни у нас? Ну, вот он как раз на дне жизни. Вы его перевернули просто. На вас сценарий сломался. Он всегда ехал на женском ресурсе. То есть, влюбил себя в женщину, закрутил ее. Кружите меня, кружите. Закружил ее. Такая любовь. Боже! Он такие слова говорит. Господи! Вы думали, что вы, когда с ним общаетесь, вы думали, что вы особенная для него. На самом деле у него таких еще пять. А может быть и вагон, и маленькая тележка. Вот. Но вы сказали, ты знаешь что? Я вообще-то вижу Вселенную насквозь. Потому что я развиваюсь все равно. У меня есть этот дар. Внутри вас есть этот дар. Вы это закончили полностью. Катастрофа произошла. Вы ему даны были для духовного роста. Про финансы говорим сегодня. А получается опять про любовную линию. Потому что девочке так и происходит. На самом деле так и происходит. Когда женщина влюбляется в мужчину. Тем более, если она в брак вступает с таким человеком. Он травмирован. Помните об этом. Травма психологическая у него есть. Это прям вот вообще к маме. Там к бабке не ходи. Я вам все расскажу про эту травму. Обращайтесь. Вот. Вы ему даны были для духовного роста. Женщина влюбляется в него. Особенно в брак вступает. Все. Она его питает своей любовью. Смотрите. Женщина питается, подпитывает свою энергетику от природы. Мужчина только через женщину. Он не может соединиться так с природой. Он такого наполнения от природы не получает. Ну так придумано. Природой так придумано, что мужчина питается от женщины. В правильном союзе, где вы две личности, большие личности, где нет травмированных детей, травмированное эго. Эго-ребенка, эго-родителя это все травму создает в семье, когда вы так общаетесь с людьми. А я более чем уверена, что так и было у вас при взаимодействии с этим человеком. Он к вам подходил как с позиции либо родителя, либо с позиции... Вот в его случае это позиция родителя, эго-родитель. Он общается с вами как с ребенком. У вас эго-ребенка прокачано. Взрослого эго нету. Вот когда взрослое эго взаимодействует между мужчиной и женщиной, я сейчас сложно объясняю, но не знаю, то здесь происходит как раз-таки коннект. Это когда до старости рука об руку, идут люди вместе по жизни, решая какие-то вопросы вместе, сообща. Здесь что было еще? Ну вы императрица для него были. Очень ресурсная женщина. Очень ресурсная, очень изобильная. Он на таких и только как бы... Такие его только привлекают. Яркие, харизматичные, ресурсные женщины. В том контексте, что не обязательно быть красоткой. Тут не про это, тут про энергию. Что у вас очень вкусная энергия, ее очень много. У вас королева жезлов, королева императрица. Это прям эпостая женщина, настоящая женщина. Она держит эту материю, она в изобилии, она сама природа. Вот поэтому императрицу, аркан Таро, императрица, третий аркан, это божественная проявленная природа. Она замыкает три единства. Первое – это маг, воля, божественная воля. Второе – верховная жрица. Это божественная интуиция, сознание, божественное сознание, соединено с Творцом. И третий как раз таки вот она. Она природа. Поэтому я и говорю о том, что женщина подпитывается от природы, она и сама есть природа. Если женщина живёт по мужскому типу жизнедеятельности, как мужчины, то есть у неё через голову всё, через логику идёт, всё, у неё сыпется жизнь. Потому что она не чувствует свою природу. Женская природа – это вот самый сильный, это стержень ваш, это внутри ваша самость. И чтобы себя не растерять, а вы себя растеряли в этих отношениях полностью, что тут было? Я говорю, здесь показано прошлое, ваши бывшие отношения. У него расцвет жизни, у него счастье, у него проявлено вот это... Он мужчиной с вами чувствовал себя, прям на высоте. Таким, знаете, настоящий мужик, когда прям вот тут энергетика такая прёт, тут эго, вот с размером в солнечную систему, да? У него перспективы открывались все. А потому что вы, я же сказала, вы духовное богатство, вы ему давали вот этот кубок любви постоянно. Вот она, кубковая королева. Люблю, не могу, всё ему, всё ему. Про себя вообще забыла. Ну, он на вас хорошо так срубил. Туз Пентакли. Ну, так-то в душе он пажек, но смерть к этому пришла, смерть, всё, всё разрушилось. Потому что вы его ещё исцеляли, у вас божественные знания. Смотрите, девочки, ресурс, ваш ресурс, это не только деньги. Это ваши знания, это ваши советы, это то участие, которое вы принимали в жизни этого человека. Для вас этот человек был солнцем в центре мироздания, в центре солнечной системы, что находится солнце. Вы где-то там на периферии, какая-то планетка, возможно, вы земля. А, вы земля как раз, вы императрица. Вы земля, вы кружитесь вокруг солнца, понимаете? Солнце стоит и светит, всё. Оно, оно, сильная вот эта энергетика идёт. От вас идёт мельтешение, бесконечное вливание ресурса своего. Ещё раз повторю, ресурс — это не деньги. Ресурс начинается с тонких энергий. Это когда вы в три часа ночи можете выслушать этого человека. Это долгие разговоры по телефону, допустим. Вы забиваете на свой сон, а дальше вам с утра на работу вставать. Вы разбитая, как квашня, встаёте. У вас опухшие глаза, потому что вы, скорее всего, он вам устраивал скандалы на ночь глядя. Классическая схема. Я сейчас вам не говорю какую-то абрукадабру. Это так и есть. У вас, девочки, выбор был. Либо и дальше сидеть в этой клетке. Это клетка, это нападение, это страх. Бесконечный страх. Кому я нужна такая там? Потому что он вами манипулировал. Там манипуляция была сплошна и враньё. То есть на всех уровнях бытия. Так. Ну, это такие люди. Ну, это отдельная тема. Поэтому смотрите. Вот вы, когда слушаете мои расклады, Вы, я не просто таролог. Я космоэнергет, парапсихолог. Я ещё психолог. То есть у меня есть, у меня нет психологического образования, но я кое-что шарю вообще психологией. Поэтому слушайте внимательно именно мои спичи. Потому что мне кто-то написал, вот, побольше бы там трактовки таро. Вы, если хотите трактовку таро, вы идёте и обучаетесь трактовке таро. Я читаю поток. Вам в потоке говорю. У вас выбор. Сейчас выбор. Или в недавнем прошлом. Вы оставили этого человека. У вас был выбор. Либо оставаться вот здесь же. Вот такой подавленной жертвой. Когда он с вас хорошо ехал. Питался вашим ресурсом. Какие-то страшные вещи говорю. Ну, так и есть. Это на ментальном плане, на тонких планах так происходит. Это не то, что он вас жрёт там, знаете, по ночам. Нет. Это обкрадывание вас. Смотрите, ваш ресурс. Как его воруют? Воруют ваше время. Воруют ваши... Обесценивают ваши ценности. Потому что он хорошо знает вас. Он манипулятор знает. Он хорошо вас знает. Он вас тестирует сначала. Кто вы? Что вам интересно? Какие у вас ценности? Всё это протестировано. И дальше начинается театр. Причём он там в этом театре. Он победитель. Всегда. А вы жертва. Вот. Кстати, у мужчин то же самое бывает, когда женщина такого типажа вам встречается. Так что переворачивайте на себя. Если у вас в отношениях было постоянно сплошные манипуляции, манипуляция вниманием сексом. Кстати, мужчины, вам на заметку. Если вами манипулируют через секс, запомните, эта женщина – абьюзер. Такое слово модное. Но эта женщина, она тоже с травмой. То есть психологическую у неё травму. Эти люди раздувают своё эго до размеров солнечной системы для того, чтобы скрыть, что внутри там пустота. Там пусто. Там ничего нет. Там вакуум. Там ничего нет. Знаете, как ещё? Очень интересно это происходит. Когда вы вдруг прозреваете. Вам вообще красные флажки, вам постоянно семафорили о том, что здесь что-то не так. В этих отношениях. Что мне здесь плохо. Почему мне здесь плохо? Да потому что вы не высыпаетесь. У вас кортизол бьёт вас. Адреналиновая зависимость. Адреналиновая зависимость – это вот как раз вы адреналинщики. Вы любите вот это качели в карусели. Вот это всё устраивает человек с нарушением психики. У нас постоянно по раскладам выпадало мужчина-вампир, мужчина-монстр, хищник и так далее. Я когда это связала с психологией, ребята, у меня глаза открылись. Я думаю, ё-моё, так это оно так и есть. Вот оно так и есть. То есть он вампирит вас, именно ваши ресурсы. Не то, что он кровь вашу пьёт, но кровь тоже портит вам хорошо. Потому что вы полностью теряете себя, у вас нет в вашей солнечной системе, вас нет. Вы должны быть солнцем для себя, он солнце для него, для человека. Вы два солнца, когда встречаетесь, да, вы можете коммуницировать. Но это не когда вы вращаетесь полностью и подчинили свою жизнь полностью этому человеку. Так вот, однажды я увидела этого человека. У меня был опыт именно взаимодействия с таким мужчиной. Это поразительно. Я увидела в нём ребёнка. Я думаю, ё-моё, твою мать. Прям вот. И я поняла вообще всё тогда. Я думаю, у меня пазл сложился. Там внутри мальчик, травмированный своей матерью, которая его отвергала, которая его обесценивала, которая от него вытирала ноги. Мать. Мать вот это всё навешивает на своего сына. Сын во взрослом возрасте вырастает вот в это чудовище. Фух, спич, конечно, сильный, но... Либо закрывайте расклад, не парьте мне мозги. Тоже не надо мне писать комментарии там. Вы пришли на мой канал, не я к вам пришла. Не хотите слушать? Не надо. Ну, то есть, можете сладкого торолога послушать. Я вам даю ценнейшую информацию. Ценнейшую. Так. Тут преодоление, постоянный морок был. У него постоянный в голове морок. Ну, потому что он в иллюзорном шаре живёт. Грандиозный он. Он... У него эго грандиозное. Он правда верит в то, что вот он как бы строит на своём эго, он строит весь этот мир для него. Как сказать? То есть, он им не является. Его личность, его суть — это пустота, которую он заполняет вот этими внешними атрибутами. И, как сказать, человек живёт в мыльном пузыре. И вот этот мыльный пузырь иллюзий, он вводит и вас в этот мыльный пузырь иллюзий. Вы полностью теряете себя. Знаете ещё, как это отследить? Это даже по фотографиям видно. По фотографиям. Я тоже это заметила. Я увидела фотки человека во взрослом возрасте, там... Ну, благо, у нас есть там соцсети и так далее, да? И ты видишь его позы, да? Так. Меня прервали, к сожалению, я потеряла мысль. О чём я там говорила? Ладно, вернёмся. А! На фотографиях видно тоже по позе, какую принимает человек. Ой, блин, это всё видно сразу. Я вообще фотограф ещё к тому же. И хороший как фотограф, классный прям. Поэтому мне вообще это всё заметно сразу. Я думаю, блин, вот это да! Ну, то есть в теле мужчины я вижу прям конкретное чётко мальчика тире пяти восьми лет. Вот так вот. От пяти до восьми. У него, скорее всего, в этом возрасте была травма какая-то. Ну, потому что матерью, когда это всё. Или родителям. Всё же от родителей. Так, смотрите. С финансами, да, туго. Туго у вас с финансами идёт. Вы в жертве, потому что висите, девки. Вы в жертве. Вот сейчас надо всё у себя собрать в кушу. Всё у себя собрать. Это значит, вы полностью выходите из деструктивных отношений. Вот путешествие ваше начинается. С этой информацией ваше путешествие начнётся. Вы выходите из этих отношений, не ждя его, не ожидая его, не... Знаете как? Вы должны полностью прекратить давать ресурс ему. Потому что, страдая по нему, ожидая его, ожидая того, может быть, он изменится. Или эти люди всегда заходят во второй, в третий раз. Они будут пинговать ваше пространство, вас. Они будут вас дёргать спустя даже 10 лет. Он будет вас проверять на вшивость. Вы пойдёте, поведётесь или нет. И так он будет проверять всех своих по списку. Понимаете? То есть вы там не одна. Вот что самое страшное. Вы сейчас берёте свою звезду. Ваша звезда вот здесь. Это ваша душа. Это ваше предназначение. Это зов вашей души. Вы берёте и всё, абсолютно всё сейчас сосредотачиваете на себе, на своём центре мира. Ваш центр мира — это вы. Вы сами. Ваша душа. Ваша звезда — это солнце. Я по имени Солнце. Ваше имя — это Солнце. Вот внутри вас Солнце есть. И вы начинаете исполнять свои мечты, предназначения своё исполнять, потому что вы забили вообще полностью на себя. Так, и это будет по справедливости. Вы должны собрать весь свой ресурс. Королева Пентакли — это уже женщина, которая владеет деньгами. У неё есть деньги. Это меня могут слушать сейчас люди, которые вышли из соцзависимых отношений и уже собрали себя в кучу. Вот так. Реинкарнация. Реинкарнация, господи, кого? Императора? Да нет, дружок, тебя башня уже пришла на тебя. Мы тебя... Мы всё поняли вообще про тебя. Реинкарнация, господи, господи, господи. Через одиночество, через познание мудрости, через свою собственную проработку, своей судьбы, своей жизни. Вот как раз-таки проработки по роду тоже, они настолько мощные. Я не хочу рекламу, знаете, делать, но давайте без ложной скромности, но это правда. Это так и есть. Я даю там техники очень глобальные именно на финансовый поток. Здесь дар вселенной вам даётся, десятка Пентаклей, десятка кубков. Счастье даётся, любовь даётся, богатство, ресурс даётся. Через высший суд у вас всё это происходит. Это когда... Вот знаете, здесь высший суд, это может быть официальный развод с этим человеком, расход. Когда вот всё. Через одиночество вы это познаёте. Через связь с Творцом. Через понимание чёрного и белого. Но, то есть, не деление мира на чёрное и белое. Здесь куча цветов всяких других. У вас, опять же, здесь информация о том, что вы любили, очень любили этого человека. Безумно любили его. Но у вас произошло разбитие, разбитие вашего сердца, можно так сказать. Разбитая жизнь, когда судьба. Всё, крах. И это треугольник ещё. Это треугольник. Смотрите, финансы, родовой ваш ресурс идёт вообще полностью, в деструктивных отношениях идёт к другому человеку, к партнёру, который ведёт себя вот именно так, как я описала выше. Смотрите, мужчины и женщины, то же самое, да, переворачивайте на себя. В этом сценарии, в этом сценарии вас нет. Есть только он, великая, или она, которая вот с таким эго, с раздутым эго. И вы должны вокруг него, кружите меня, кружите, знаете, вокруг этого человека сосредотачивать полностью свою жизнь. У вас нет никаких интересов своих, у вас нет хобби, у вас полная изоляция от родных, от близких, от подруг, от друзей. Вы забрасываете своё любимое дело, потому что вы полностью сосредоточены на этом человеке. Это я говорю о зависимости тех. То есть зависимость, адреналиновая зависимость, это очень серьёзно. Это потом, когда вы расстаётесь с этим человеком, вам больно капец как. Но с ним вы тоже не можете быть, потому что у вас постоянно обесценивают, и вы как ресурс, ну, служите ресурсам. Вы не женщина для любви, вы женщина для ресурса, для того, чтобы вас сжрать. Ну, потому что у вас энергии много, и энергия это божественное. Также этот партнёр встречается вам для того, чтобы забрать у вас то, что вы имеете уникального. Что у вас есть уникального? Я вот знаю про себя, что во мне есть уникального. Вы сейчас отследите, на что он повёлся, на что он среагировал, как вот добыча и приманка, знаете, вот на что. На вашу вкусную энергию, на ваши знания, на вашу, ну, скорее всего, тут энергетика. Тут помесь энергетики, внешние радости, красоты, счастья. Женщина наполнена, когда она ресурсна, она двигается в потоке, у неё даже движения такие. Вот. И родовой ваш канал против того, чтобы вы сливали весь свой ресурс туда, потому что страдает весь ваш родовой финансовый канал. Вот вам абракадабру говорят? Нет. На самом деле так и есть. То есть, если у вас нет денег, если у вас нет развития, если у вас нет перспектив, смотрите на своего бывшего партнёра. Либо того человека, с кем вы сейчас, и никак не можете с ним разорвать этот порочный круг. Вы всё понимаете мозгом, но адреналиновая зависимость вас не пускает от него, потому что вы страдаете по своему мучителю. Это как наркомания, ну прям вот ещё хуже. Это ещё хуже. Это когда от человека он уходит, вы сделали его центром вселенной, уходит ваша вселенная. Вы представляете, как? Рушится вообще всё. Всё представление, а кто я? Вы полностью потеряны, дезориентированы, у вас нету сна, у вас поплыли вообще показатели все здоровья. Ну то есть, здоровье посыпалось, кортизол поднялся, вот этот адреналин постоянно вас шарашит, поэтому это недосып, это тёмные круги под глазами, это посыпавшиеся волосы, перхоть и психосоматика. Это вылезающие на коже всякие там прыщи, шершавости и прочая хтонь. Вот это всё от того, что, смотрите, ещё система такая, родовой канал ваш. Смотрите, вы уникальный человек, вы само солнце для себя. И вас таким уникальным человеком сделали ваши предки. Сколько ваших предков? Это десять поколений. Короче, сейчас я вам соображу, как это сказать. Два в десятой степени получается. То есть, это тысяча двадцать четыре человека, ваших предков, поколений, понятно? Мама-папа. У мамы-папы есть ещё по два. Мама-папа, да? И там, ну, по два, по два человека, да? Мама-папа и так далее. Тысяча двадцать четыре человека всего. Вас сделали таким уникальным, с таким цветом волос, с таким цветом глаз, с таким внутренним наполнением, с таким внешним вас, с таким характером сделали. Тысяча двадцать четыре человека, да? Вот эти тысяча двадцать четыре человека просто вам орут уже. Аларм! Ты чё? Ты где застряла? Или ты застрял? Ты смотри, куда тебя... Тебя же... Когда вы находитесь в деструктивных отношениях, это всегда про боль, это всегда про депрессию, это всегда про отымание ресурса. Вы чувствуете себя на дне жизни. Когда вам плохо, именно потому что вы встаёте по утрам, боже, ещё один день, как я его проживу. Это упадок сил, потому что сил нету. Это депрессия обязательно. Кстати, мужчины тоже страдают этим же самым, если у них вот такая вот партнёрша попадается. Так. Вы сейчас своими проработками, только работой над собой. Девочки и мальчики, слушайте внимательно. Работой над собой. Вот здесь вот прямо написано. Пахота над собой. Вот это вот. Восьмёрка пентапли. И вам будут даваться ресурсы ваши из других источников, из других каналов. Вы начнёте вливать весь свой потенциал в себя. В себя, в себя. Не ту спинтакли, и вы отдали этому человеку, и всё. А вы сами на дне жизни сидите и считаете копейки свои. А этот человек хорошо едет, и при том, что он знает, что вам плохо, он знает о том, что вы страдаете. И ваши страдания для него — это счастье. Это чудовищное то, что я вам сейчас говорю, вот эти вещи. Но это так и есть. Когда вы унижены, когда вы оскорблены, когда вы чувствуете себя никчёмный, он возвышается, его эго раздуто ещё больше, потому что он становится ещё жарче солнца, понимаете? Но перед этим это сахарное шоу. Вы всегда будете думать, что, боже, это принц, да ещё и конь, и принц мне, и мне, за какие такие заслуги мне, такого я отхватила себе мужика. Это сахарное шоу, которое длится, ну, от силы, ну, там, два месяца, может быть. А потом начнётся, потом будут тревожные звоночки. Но вы будете настолько поглощены этим человеком, что у вас критическое мышление полностью будет отсутствовать. Так, ну, вы ушли оттуда, всё. Уходите оттуда, где вам плохо, вы чувствуете, что у вас сыпется здоровье, вы чувствуете. Господи, когда человек это отслеживает, то, что, блин, я нормально не спал, например, там, два месяца. Нормальный человек не спит. Вы знаете, почему он не спит? Потому что он в подвешенном состоянии жертвы. Он не понимает, какие у него отношения с этим человеком, потому что он на постоянных качелях вас, каруселях, закруживает. Он не даёт вам стабильности никакой. Равноценного обмена нет. Соответственно, этот человек, жертва, вы не жертва, вы победители. Всё, это ваша мантра на сегодня, на завтра и на послезавтра, и вообще на всю жизнь. Я победитель по жизни. Всё. Здесь быстро ноги в руки и пошла в свою новую жизнь. Всё, уйти надо отсюда, уйти. И в этом будет ваша победа. И в этом будет ваша просып... Вы проснётесь, у вас чувство, наконец, проснуться. Вы же как замороженные ходите. Потому что вы в мутной воде, в этой... Смотрите, вас засасывает это болото ещё дальше, ещё глубже. Это трясина. На самом деле, я никому не пожелаю это испытать. Это ужасно, то, что вы чувствуете внутри. Но ты как бы не можешь это сказать. Вот, например, там, друзьям, подругам, они этого не поймут. Потому что кто через это не прошёл, он не поймёт этого, да, объяснять это бесполезно. Здесь ваша интуиция полностью... Вы отключаете свою интуицию, вы как бы, знаете, вы теряете себя. Вы на фотографиях даже получаетесь немного размытыми. Потому что у вас размыты контуры, у вас размыты границы, у вас границ нету. Всё. Где нахер мои границы? А их нету просто. Их снесли ещё в детстве в вашем. Ваши же родители, кстати, формируют вас вот с такой программой внутри, негативной. Я вам всё, мне ничего не надо, да, жертва. И это из воплощения в воплощение длится. В луне долго болтались. Вот сейчас нужно, смотрите, Когда вы погружаетесь ещё глубже, это страшно, но это нужно прожить. Это глубина души, это тьма души. Когда вы ещё глубже на Донный Ил собираете туда... Знаете, это как когда вот подводная лодка, допустим, да, она плывёт на поверхности, Но её могут, ну, сбить там, да, подорвать и так далее. Всё, она уходит на глубину. Для того, чтобы потом, как торпеды, да, Свои торпеды там, и, короче, быть в боевом состоянии. Она просто в глубину идёт. Чтобы в победу идти, надо идти в глубину. Всегда. Понимаете, эти люди очень поверхностные, Которые так поступают с вами. Очень поверхностные. У них лёгкость и пустота. Всё. Лёгкость и пустота. Это фантик, это обёртка. Это ничего за душой. Это вот... Это заточенность на материальное только лишь. Но при этом, когда вы будете говорить этому человеку, Он, знаете, так возмутится. Как ты так можешь говорить обо мне? Да вот так. Испытание силы у вас как раз таки будет. Ну, потому что, смотрите, для этого короля Пентакли Всемилосердный, блин, держит свой Пентакль. Ну, он как бы, он держит, дирижирует этим Пентаклем. Ну, я тебе свой Пентакль-то не дам. То есть, это жадность, да? Вот. Вы для него феномен. Женщина очень ресурсная. Тут по жезлам. Энергия жезловая на вас как бы стоит, да. Вдохновлённость. От вас и веет этой жизнью. Вы сама жизнь. Он мёртвый. К вам приходят обычно эти люди с мёртвой душой. Внутри мёртвая пустота. Понимаете? И этот человек на вас просто как на солнечный свет, как на свет из туннеля. Он идёт к вам, но потом... Вот сначала сахарное шоу, а потом ад наступает. Да. Открытие нового для вас, это, знаете, как по-новому. К вам никогда так не относились. Вы думали, что это боже. Сама судьба меня свела. С ума, да. Вы думали, что здесь праздник жизни. Сейчас. Распакую. Смотрите. Ваше наполнение, вашим ресурсом произойдёт только тогда, полная чаша, когда вы себя чувствовать будете полной чашей, когда вам вы самодостаточны, будете чувствовать себя здоровым человеком, восстановитесь полностью, когда вы отрежете всё нафиг. Вот эти треугольники всё отрежете. Выйдите полностью из абьюзивных отношений. Психологический абьюз, поверьте мне, это страшнее даже, чем когда вас бьют. Ну, меня никогда не били, но именно психологический абьюз, это страшно вообще. Это ещё страшнее, потому что разрушает вашу внутреннюю самость, вашего внутреннего ребёнка. Просто кусками его отрывает. Понимаете? На метафизическом плане, на тонком плане я это видела, как это происходит. Это страшно. Этот человек травмирует вашего внутреннего ребёнка, поэтому этого внутреннего ребёнка вы, как взрослый, должны взять, согреть, укрыть, бежать с ним в охапку и спасать. Понятно? Вы должны начать сейчас что-то для себя, работу над собой. Это пока новое открытие, это новые знания, это какие-то курсы, можете курс психологический, да, можете бесплатный найти, куча вообще. Сейчас вообще эра интернета, вы можете всё, что угодно найти по вашей теме, да, и восстановиться как-то. Вам нужно восстановиться. Вот когда вы девятка пентаклей, у вас хороший процесс-то идёт, и у вас завершение этого этапа идёт. Вы гармонизируетесь изнутри, всё, у вас... И вы восстанавливаете свой ресурс. Смотрите, вы будете отсыпаться от этого бесноватого, потому что был тяжёлый опыт. Вас по шапке били, очень здраво, так я могу сказать. Это по бесятине, это сущность человека такая, милая. Он гнилой, тёмный человек. Так. Где мои финансы? Ещё раз, ещё вопрос. Давайте на другой колоде глянем. На какой он глянет? Давайте вот так род спросим вообще, что они думают об этом. Вот так. Смотрите, проработки сокровища рода. Вот там есть как раз-таки именно финансовый поток ваш будет прокачиваться. Вот, можете начать с этого. Можете начать с каких-то других курсов, допустим. Ну, даже с моих безоплатных проработок. Золотой путь души вообще тоже уникальный контент. Так. Ну, вам больно, вам плохо сейчас, да. Помощь. Вам сейчас нужна помощь. Психологическая помощь. Помощь специалиста. Вот я специалистом являюсь для вас. Сейчас, да. Здесь открытие. Выбор направления у вас идёт. Это выбор. Опять выбор. Здесь надо принять мужскую и женскую природу. Но здесь как бы это две силы, да, которые сотворяют этот мир. Принятие мужского начала. Так. После разочарования, когда вам так больно, вы, понимаете, вы всех людей будете под одну гребёнку, ну, как бы на них смотреть. И думать, что вообще таких нормальных не существует. Существует. Их очень много. Видите. Смотрите в суть человека. Не смотрите на него, а видите. Видите. Смотреть. Это два разных глагола. Смотреть. Это я смотрю поверхностно. Там дерево, шкаф, там ресивер и так далее. Видеть. Это когда я вижу суть явления. Суть человека. Как научиться видеть, это прокачивает свою интуицию. Она у вас обычно работает нормально, но бывает, что как раз-таки, когда человек, женщина или мужчина полностью теряют себя в отношениях, когда происходит психологическое вот это вот насилие, да, здесь вообще нет критического мышления абсолютно. То есть вы все красные флажки пропустили, абсолютно все. Логикой вы иногда можете прийти к тому, что что-то идёт не так. Я понимаю, что так не должно быть. И вы тысячу раз, я уверена в этом, разговаривали с этим человеком, что мне так не подходит. Мне не подходит вот так, когда со мной общаются, со мной так разговаривают. Но нет. Каждый раз он танцует на своих граблях, понимаете? Вам не надо эти танцы на граблях. Ну, вы как бы вышли и всё. И закрыли эту дверь. Ту лавочку закрыть нужно. И всё. Так. Вот он. Белоголовый орла летит. Это и перспективы. Ваши перспективы. Ваше изобилие. Где? А вот они. Где? В жопе. В тюрьме. Тюремной энергии. Вы, жертвы. Всё. Вот. Вы в таком спрессованном состоянии. В рассвет жизни надо идти. Перерождаться. Прыгнуть в неизвестное. Прыгнуть в новое. Прыгнуть в эту глубину. Бесстрашие. И смелость. Вот смелость. Это когда у тебя есть страх, но ты всё равно прыгаешь. Бесстрашие. Это когда бесстрашный человек. А-а-а. Вот так вот, знаете, глаза там. Вот так вот. Здесь он просто в самую гуще идёт. Вообще полностью отключены все эти сенсоры. И интуиция полностью отключена. Нет. Здесь нужно... Вам нужно прокачивать тут своё сознание. Потому что здесь в спрессованном состоянии прежде всего это тонкие ваши тела. Говорит о том, что вы живёте в стрессе бесконечном и постоянном сжатии. Вы постоянно себя сравниваете с другими людьми. И вас постоянно сравнивают с другими. А она-то у меня была ого-го. Допустим, с бывшей своей он вас сравнивает. Или вы не наблюдали такую картину? Он вам часами может рассказывать про свою бывшую. Бывшую жиду, допустим. Либо подругу бывшую. Кстати, колокольчик. Я забыла, что сеанс надо было начать колокольчиком. Да, вот он тоже синяк. Белоголовый орлан. Это исчищение я привела. Сравнение вас с другими постоянно. И это на тонком плане. Это изощрённо происходит. Он вам часами грузит вас о своей прошлой жизни с той партнёршей. И она, сволочь, обычно выпадает. Он говорит о ней как... Это худшее, что со мной случалось. Это вообще не женщина, а монстр. Вот это всё. Короче, её с грязью так это хорошо. И вы этот негатив слушаете, вы как сливная яма. Он в вас всё. Мужчины переворачиваете на себя. То же самое, да? Там ничего хорошего не было. Ну вот, типа там с прошлым, да? Она вас грузит, допустим, своими прошлыми проблемами с мужчиной, да? То же самое. Здесь нужно это сгармонизировать и исцелить этот момент. Исцелить. Исцелить. Исцелить свой... Смотрите, у вас в каждом есть своя уникальная внешность, уникальная сила в вас внутри. То есть невозможно... Вот это солнце и вот это солнце, они разные солнца всё равно. Потому что 1024 человека сделали вас таким. А этого человека сделали таким. Его предки рода, да? Сделали таким. Поэтому здесь нет места сравнению, нет места зависти, нет места... О, значит, она была круче меня, там, допустим. Или он в негативном ключе, когда рассказывает о своей бывшей, вы начинаете думать... Ох, ну я-то какая уникальная. Я-то... У вас, короче, знаете, как получается? У вас неадекватная самоценность, которую не поколебать никак. Никак невозможно её убрать, выбить из вас почву, фундамент. Потому что я думаю о себе, я знаю, кто я. И вам не нужно доказывать, кто я. А вы постоянно доказываете, кто я. Я лучше неё. Я ещё лучше. Я стану ещё лучше. Или у вас завышенная самооценка. Знаете, как я сравниваю это в первый день ниже принято со самооценкой, а во второй день вы думаете, боже, я императрица, я вас всех тут порубаю там на куски. На самом деле это неадекватная самооценка, когда есть. Но с этим можно работать. Через трансформацию, через смерть. Через смерть. Смотрите, если вы не хотите проходить трансформацию, вам просто каюк будет. Понимаете вы это или нет? Это серьёзный разговор на самом деле идёт. Так что прямо сейчас, вы говорите, мы сейчас сделаем эту проработку. Прямо сейчас я. Называйте своё имя. Полностью и тотально начинаю разбираться со своей жизнью. Не ленюсь. Я иду в этом пути в одиночку. Но это одиночество выбрано мною для того, чтобы опоздать все аспекты, которые мне мешали. Для того, чтобы признать свои ошибки. Для того, чтобы проанализировать, что со мной произошло. И собрать этот паз. Мною руководили. И меня это ввергало в стресс. Но сейчас я хочу полностью очистить своё поле и сознание. Я хочу пойти в расцвет своей жизни. Я готова к тому, или я готов к тому, что мне придётся полностью обнулиться, выйти в черноту, познать дно, погрузиться на дно, глубже погрузиться. Для того, чтобы пойти в расцвет свой. Для того, чтобы выйти из замороженного состояния в зрелость, в спелость. Я уже созрел для нового этапа. Я созрела для движения. Я принимаю то, что мне нужно поменять в своей жизни и начать новый цикл своей жизни. Вместо контроля я иду в тишину и молчание. Вместо контроля я пробуждаю в себе в обыденной жизни, собираю свой фундамент. я возрождаюсь, как птица-феникс. Я попираю все путы и все цепи, разрываю. Потому что я очень истощена или истощён энергетически. но мне нужно пойти в божественную природу и пробудить в себе божественную интуицию, божественное сознание. и я принимаю полностью эти две ипостаси себя, императрица и верховная жрица. Я познаю себя сейчас. Я разрушаю любую деструктивную программу вины, любую деструктивную эмоцию, боль. И я вылетаю из клетки. Я иду на свободу, я взлетаю. Потому что у меня наконец отрастают мои крылья, которые вырвали люди с корнем. начиная с детства, а потом мой партнёр или партнёры. Сейчас у меня отрастают снова эти крылья. Я вселенский волшебник. И вы идёте в счастье своё, вы идёте в интенсивное свечение и в победу. На этом я расклад закончу. это горный хрусталь. Смотрите на него из Осетии. Он вас полностью очистит. Сейчас у вас начинается новый этап жизни. Но будет так. Пока-пока.